так где моя горелочка тут значит вот здесь прям поставлю так значит изгибать ее нужно следующим образом так 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 и так а вот это вот как опора делается вот так вот все это делается и подразумевается что вот что вот кладется таблеточка горючего сюда становится баночкой все это дело греется но банки мы греться с не будем и я думаю так будет понятно как все это дело работает я очень хочу попробовать их кофе так ни слова не сказано о том на какое количество воды разводить этот кофе поэтому я приготовил здесь все котелок вот столько я думаю воды вполне хватит вот я даже выровняю ее вот мы просто посмотрим сколько вот на этом горючим нужно времени чтобы закипела вода черкаш это тёрка кто-то меня за ухо кусает чтобы зажечь сухое горючее одной списке не хватило возьмем еще одну спичку и будем зажигать в руках ну вот да надо было зажигать в руках ну что ставим водичку будем пить кофе ну как-то стоит что вот мы все попробовали даже достали свой лаваш еще но не особо ели крекеров хватило значит вот это у нас был рис очень всем понравился паштет тоже вместе с фасолью в томатном соусе разлетелись в момент вот из тушенки вот этот все то что жир и жилы то есть это уже не мясо вот внизу жир ну конечно если было какая каша как я сказал макароны но все это условия вот я лично вот это вот есть так просто не могу но то есть это желе и жирную я не знаю можно быть каких-то мега боевых условиях можно этот жир намазать на хлеб вот точнее на хлеб а на крекер точнее на вот этот на галет значит потом что я вот даже накрыл крышечкой докладывались все три таблетки сухого горючего воду так и не удалось вскипятить но я переставил на доску потому что про горе начала подгорать вот это мое покрытие вот значит сухого горючего не хватает вот этих трех таблеток для того чтобы полевых условиях вскипятить воду возможно нужно было бы вокруг сделать какой-то контур то есть что боец вокруг котелка мог или там турист вокруг котелка мог сделать какое-то заграждение вот это вот горох тоже людям понравился все никаких проблем нет очень хороший горох вот ну просто я еще прервал во-первых потому что я хочу снимать дальше потому что скоро уже темнеет как она не темнеет но здесь на свои дела есть значит воду мне вскипятить не удалось вот это вот консерва понравилось народу меньше всего во первых почему потому что она очень-очень соленая вот то есть тушенка нормальная но много продуктов которые так просто не съешь потом вот рис с мясом очень хороший паштет очень хороший фасоль очень хорошая вот а вот это и тушенка так может не первого сорта вот потом что воду мне так и вскипятить и не удалось я сейчас буду проводить немножко другой эксперимент вот с другой горелочки попробуем так сухой горючей с расходовали все но давайте еще сделаем смену блюд повидло чай чай и кофе это отдельная тема так что она здесь дальше идет сейчас я по вынимаю все что туда поскладывал конечно за исключением салфеток к тому же вот честно говоря после того как поешь соленые вот этой штуки понимаешь что сахар все-таки необходимый хочется прямо чего не сладенького съесть и плюс еще добавили соли но он не знаю ну куда ее еще так просто и жевать ну таблетку эту я вообще наверно не знаю потом может деньгами испытают сейчас не буду ну собственно говоря вот все здесь остались салфетки обрезку который оставил на потом для фотографий так значит у сахар я не кушаю так что сахар я я думаю что совершенно обыгранный сахар и скорее всего вот это вот один пакетик равен где-то трем чайным ложкам я думаю так потом что вот это вот у нас напиток молочный здесь к сожалению половина затерта поэтому я прочесть просто не смогу вот концентрат для напитка тонизирующий способ употребления содержимое пакетик растворить в 200 миллилитрах горячей или холодной питьевой воды тщательно размешать ну короче дать расесть сейчас будем пробовать сейчас я принесу стаканчик с водой вот ну и повидло тоже повидло тоже будем пробовать ну вот этот ламка муку паста шоколадная вот я прямо вот сюда вот прям вот в этом и разболтаю вот этот вот напиток дайте где-то стакан воды есть даже может немножко больше и как раз таки горячий будем пробовать кстати я вас специально попросил чтоб не одну ложку оставили так как ребята тоже кушали ложками пластиковыми которые шли в пакете в комплекте но я кажу размешивается почти что целиком ну все размешивается то есть ничего не остается очень даже в ухах приятный вкусненький такой напиток очень 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 даже о классная вещь так на что повидло будем смотреть срежем уголок и будем его намазывать как на хлеб уголок срезали слишком мало сейчас слишком много но ничего значит вот такое вот повидло очень даже приятно яблочное повидло что могу сказать очень даже приятное вот я сейчас съем одну печенку остальное оставлю народу попробовать и потом опять включусь и люди скажут как им повидло но повидло мне очень нравилось то же самое не на стле на вкус ничего не могу сказать сладкий мягкий такой вот шоколадная паста или как она там правильно называется вкусная вещица сейчас попробую с крекером кусочек возьму да очень был бы такой вкусный ужин ну вот только я не знаю что сухим молоком не сделать ну конечно же соль перец я кушать не буду гныны соль перец но я думаю это если вот кто-то любит пить чай с молоком или там кофе с молоком а то тогда вот это вот можно использовать но так как я не пью ни то ни то то ну я не знаю я думаю здесь совершенно обыкновенное сухое молоко вот я пока что положу его вот сейчас ребята попробует может кто еще предложит ну и конечно же пойду вскипящу себе водички чтобы все таки попробовать этот кофе все пока что становлюсь на паузу а я я я я я я я Продолжение следует...